Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Стойчев. Родился, живу и работаю в Болгарии. Являюсь другом и преподавателем Школы Здравого Смысла. Мое выступление будет по теме «Исторические предпосылки единой судьбы человечества». Только я буду говорить не об истории прошлого, а об истории будущего. История является ничем иным, как проявлением человеческого духа. В историческом процессе ученые и философы всех времен и народов задавались основными вопросами. Кто мы такие? Откуда мы пришли? И куда мы идем? Люди на планете Земля по своей сути не являются только эволюирующими формами белковой жизни и тем более не являются эволюирующими говорящими обезьянами. Мы, земное человечество, представляем из себя воплощенные в материю этой Вселенной разумные, бессмертные, высокодуховные световые сущности, которые, войдя во взаимодействие с созданной ими же негармоничной реальностью, участвуют в великом эксперименте по сотворению новых миров и новых форм жизни для новой Вселенной. У целого, у всемира, есть единый пульс жизни, космического организма. Человек является частью этого целого. Ритм, пульс целого, передается и переливает во всех его частях. К примеру, ритм сердца не является случайным, он связан с ритмом пульсации жизни Солнца. Между сердечным и солнечным ритмом есть взаимосвязь. И когда человек находится в гармонии с целым, тогда в его организме все идет хорошо, так как космический ритм, космический пульс жизни вливается в его сердце, в его кровеносную систему, в его дыхание, в деятельность всех органов, и они работают правильно. И тогда человек здоров, он творит и созидает на великой сцене жизни. Но возникает вопрос, когда же человек находится в гармонии с целым, с этим великим космическим организмом, чтобы принять его ритм и его пульс? Ответ. Когда он становится честным, добрым, справедливым и разумным, когда через него протекает любовь, потому что разумность и любовь – это основные принципы, царствующие в природе. Они являются источниками, из которых рождаются двигатели всех остальных сил в природе. Все в природе есть разумность и любовь. Грядет новая эпоха, которая проявляется как космическая весна. Земля и вся Солнечная система входят в новую космическую область, которая представляет благоприятные условия для пробуждения красоты, вложенной в человеческой сущности. Мы должны знать, что пространство является живым, что оно пронизано живыми разумными силами. И совсем не безразлично, через какие космические пространства движется Солнечная система. Грядет новая Солнечная культура, и она привнесет новые элементы в нашу жизнь. В начале 21 века предвестником этой космической весны, этой новой Солнечной культуры на планете Земля является Русская весна. Все духовные учителя, работники и мастера света на нашей планете в прошлом веке уже сообщили о том, что 21 век является Золотым веком России. Инволюция духовных сущностей на планете Земля завершается. Начинается новый эволюционный цикл вознесения и рождения новой шестой человеческой расы. Начинается реализация тысячелетнего духовного проекта «Святая Русь» – проекта проявления любви и чистоты в человеческих сердцах всех людей, всех народов на нашей планете. И только человек, который имеет чистоту тела, чистоту ума и чистоту сердца, поймет, в чем суть человеческого счастья и что такое космическая любовь. Когда человек войдет в царство чистоты, через его сердце начинают течь животворные струи космической любви. Дорогие друзья, я всем своим сердцем чувствую, что в этом событии участвуют высокодуховные, честные, справедливые, умные и добрые люди, наделенные чистым умом и чистым сердцем, которым небезразлична судьба нашей цивилизации. И то коллективное поле разума и любви, которое мы создаем, обязательно войдет в резонанс с чистотой и любовью сакрального сердца Семи Света. Здесь и сейчас в умах и сердцах всех участников этого форума воплотятся новые, светлые, благородные идеи, которые приведут к принятию новых решений во благо жизни и процветания всего человечества. И мы все вместе напишем новые, светлые страницы истории человеческой цивилизации на планете Земля. И это воистину так.